Майн-эвенту и в октагон приглашается! Ты бросал ему вызов из октагона, ты готов был к разговору в октагоне, здесь ему и должно случиться! Смотри, давай подпиши контракт, ты же хотел на кулаках... Охрана разделила октагон, живой стеной разделила октагон! Ты себе лишнее позволяй уже, понял? Давай, давай подберемся, ты же хотел драться! Давай, давай, я готов, подпиши контракт! Я подпишу контракт, в этом проблем нет! Это ты избегаешь постоянно боя! Я избегаю, я тут, я перед тобой! Такого не будет, я приехал, он приехал, тут уже взрослые игры начинаются, понял? Либо деремся, либо нет! Я не забыл, ты что сказал мой адрес, давай подпиши контракт, я тебе покажу! Но смотри, это бой не будет бой, это будет личная драка, понял ты? Я тебя перееду тут! Переедешь? Перееду, ты попутаешь в этом... Ты переедешь на перерывке, ты меня не будешь! Мухаммед, очень многие выражают сомнения в том, что ты сможешь создать достойную оппозицию Мухаммеду Киборгу Калмыкову! Что ты скажешь им в ответ? На третий раз я тебя буду уронять, хорошо? Ты думаешь, что я боюсь тебя? Да! Так смотришь на меня, да? Так и есть, так и есть! Я в глаза твои вижу страх, вижу отчаяние и безысходность, понял? Вот, вот, я тебе покажу, я тебе покажу! От безысходности в крайности ты будешь бегать, понял, по уголам? Смотри, это твой дом, я у тебя дома пять лет сам один все добился, хорошо? Давай, подпиши контракт, я покажу тебе, кто боится и кто нет! Считай, что уже подписан давно! Хорошо? Хорошо! Хорошо! Апрель месяц, стадион, поглади! Давай! Давай, стадион, турнир у них есть, давай газ! В апреле месяце у нас есть ВТБ-арена! Если вы договоритесь по весовым лимитам, если вы будете готовы подписать контракты, и спустя три года вашего нескончаемого конфликта, драк, всех тех бой, которые вы устраивали на конференции, закрыть все после боя! Подойди, как будто я боюсь с тебя или что-то! Лига! Не подойди! Лига будет готова закрыть ваш конфликт! Это будет, наверное, самый громкий мейн-эвент в истории кулачных боев на сегодняшний день! Но для этого каждому из вас необходимо перейти уже от слов к делу! Я не просто так призвал вас после всех последних конференций, после всего происходящего в студиях и на подкастах, встретиться сегодня здесь, на турнире! И мне кажется, самое время каждому из вас принять решение! Давно приняли уже решение! Какое решение? Какое еще решение? Давно я принял решение, это он избегает боя! Я не избегаю, ты такой лицемерный! Я тебе покажу, хорошо? Смотри! В Сокомене не надо что сказать, ты боишься и так далее! Не надо такой вещи сказать мне! Я тебе третий раз, вот! Два раз тебе отправили в спад! Третий раз я буду это делать! Поменяй это, хорошо? Не надо так смяться! Смяться не надо! Любой человек, смотри! Болтаешь ни о чем! И лично много чего мне сказать, я это не забываю! Ты умеешь слушать вообще! Я вас буду потухать! Что ты сказал? Повтори! Я говорю, что я тебе буду потухать! А? Что? Тушить буду тебя! Мухаммед, в какой момент градус вашего противостояния свалился за экватор ненависти? Мне кажется это случилось после Вартандера, нет? Мухаммед! Я тебе голову оторву! Ты чего там размахался? Ты кому голову оторвешь? А? Кому голову оторвешь? Своему брату тоже! И тебе! И старшему! И всем! Ты ни хрена ничего не будешь делать! Понял ты тут? Ничего на хрен, да? Просто ты умеешь из потешка бить и все! Понял ты? Стадион-турнир скоро будет! Посмотри, как я тебя уроняю, хорошо? От слов в дело! Подписывайте контракты! И да будет бой! Амзат Маэстро, здесь ли ты? Готов ли ты пропустить Перса в противостоянии с Мухаммедом Киборгом Калмыковым? А сам подраться с ним за чемпионский титул летом на футбольном стадионе в Сочи? Мы же договаривались, они дерутся не за пояс, правильно? Они дерутся не за пояс! В промежуточном весе им нужно согласовать весовые лимиты, подписать контракты! Да, я бы тоже с радостью подрался бы, тоже бы заработал денег! Поэтому пусть дерутся, зарабатывают деньги, пояс мне оставьте, а я его в июле заберу! Видишь ли ты хоть какие-то шансы для Перса в бою против Калмыкова? Ну, 60 на 40 в пользу Калмыкова! Но 40 процентов ты оставляешь Перса! Видел ли ты бой Перса с Тимуром Никулиным на голых кулаках? Это же был дикласс! Да, но Никулин на то время такой... И Перс удивил! Сырой был кулачник Никулин на то время, ну как я считаю, по крайней мере! Мы тебя услышали, Хамзат? Он же до сих пор не выходит на кулаки! Сдайте ему 20 миллионов, 30 миллионов, пусть подерется! Пусть упадет здесь красиво! Давай в каком-то моменте промоутерская компания самого любимого бойца Hardcore Fighting Championship Хамзата Маэстро обрастет финансовой мощью и силой и выделит в складчину с нами компромиссный бюджет для Тимура Архангела Никулина! Оооо, сейчас будут долгие разговоры, сейчас будут долгие тут! После последнего твоего кулачного поединка лицо болит, Тимур! Ну давайте начнем с того, что это не были кулачные бои, это раз, и вы это знаете! И во-вторых, я не видел еще такого человека, который ронял меня вот в этой лиге и в других и других! Поэтому я думаю то, что как только, Анатолий Юрьевич, вы разобьете свою копилочку и мы можем, я думаю, и с Хамзатом сделать бой на голых кулаках! Вы же жаждете этот бой? Жаждем! Давайте тогда разбивайте свою копилочку! У Мухаммеда будет бой с Персом, у меня будет бой с Хамзатом! Я думаю, здесь будут просто-напросто... Тебе до Хамзата еще не степаним кулаком! Здоровый, побереги его! Тогда, я не знаю, Анатолий Юрьевич, что, вы разбиваете копилку и мы делаем это все в июне? Только если твою, Тимур! Только если твою! Твой пенсионный фонд, он у тебя есть в нашей лиге, и вот если оттуда мы начинаем вытаскивать капиталы и вычитать их из следующих твоих боев по боксу, по контракту, то в моменте можем поставить тебе сумку на стол! Я только знаю, Анатолий Юрьевич, где крупные ячейки, там и Никулин, все это знают! Я никогда от боев не отказывался и приму любой вызов! Кулаки, бокс, разницы нету, главное, чтобы чек парад! Перс или Калмыков? Я уже сказал вам, что Калмыков тут явно выиграет, и поэтому именно в кулачных боях, но что касается лимита, я не думаю, что вы согласуете по лимиту, потому что Мухаммед не сделает 77 килограмм, а Перс больше не будет драться! Мы об этом еще поговорим! Вы готовы на стартаун? Я всегда готов! Я сейчас одну историю расскажу! Не надо мне историю рассказать! Есть один черкес, черкесский лев Анивар Гедуев, на Олимпиаде, короче, он попался с иранцем. Ты же иранец, да? Не надо такой вещей сказать! Нет, ты в финале попался с иранцем, его засудили очень страшно, отобрали золото. В честь его я твою голову... Не-не-не, я понимаю людей! Я за все персидские народы буду с тобой так же делать! Хорошо, ты пойму брату и тебе! Хорошо, посмотрим! Время придет! Ты черкезий? Я тоже бахтиарский! Понял, бахтиарский, но это большой народ! Посмотри, руку убери! Не бойся, говорите! Я не боюсь никому, кроме свечи! Руку убери! Договаривайтесь по весовым лимитам, мы сделаем вам бой!